В Соединенных Штатах живет один пожилой мужчина, которого зовут Дэйл Рамбл. Ну, не такой он уж и пожилой, ему где-то 70 лет. Мне надо быть осторожным, того и гляди, не успею глянуться, как самому стукнет 70. Что я буду тогда делать? О, спина! Пока еще рано об этом говорить. Но Дэйл Рамбл был очень известен в Соединенных Штатах. Своим учением, с которым я не согласен. Оно называется «Корпоративное лидерство». И означает, что в общине не должно быть главного лидера. Но их должно быть несколько. И только Иешуа является главой. И никто не является главным старейшином. Он говорит, что эта причина указана в Писаниях Нового Завета. Мы читаем о том, что Шауль назначал старейшин. И говорил Тимофею избирать старейшин. Нигде мы не видим, что нужно назначать главных пасторов. Или главных равинов. И я не согласен с этим. Потому что это никогда не было эффективным. Да, окончательное решение за группой лидеров. Но без видимого лидера этой группы община на самом деле не продвигается. В Писании всегда можно увидеть лидера, который продвигает все вперед. Иешуа, Павел, лидеры в еврейских писаниях. Любая множественность управления нуждается в одном лидере. Даже если это не так очевидно в Писаниях Нового Завета. Итак, у нас с Дейлом возникали дебаты по этому поводу. И я говорю Дейлу. Хотя ты говоришь, что являешься одним из лидеров, но на самом деле ты лидер в этой группе. Он говорил, о, нет, нет, я всего лишь один из лидеров. И когда вы присутствуете на встрече с его лидерами, то все они отдают предпочтение его лидерству. Один из лидеров американской команде Тикун Министрис. Карл Киндбар. Ты слышал о нем? Он директор операций. И многие годы служил вместе с Дейлом Рамблом. Где я его и встретил. Он был призван к еврейской жизни благодаря его взаимоотношениям с нами. Он согласился со мной. Что в общине Дейл на самом деле был главным лидером. Но Дейл учил еще чему-то, что было очень важным. Все высшие позиции лидеров проходили через должность дьякона. Все лидерские роли Апостолы Пророки Старейшины Евангелисты Учителя Папы Нет, нет, нет. Просто хочу привлечь ваше внимание. Вот это вода. Спасибо. Да, это хорошо. Например, этот человек призван быть Апостолом. Прежде чем стать Апостолом, он должен стать дьяконом, а затем епископом. Большинство верующих могут быть дьяконами. Если только это их не компрометирует, может быть, у них очень низкий коэффициент интеллекта. Но большинство нормальных верующих могут быть дьяконами. Дьякон — это человек, который постоянно служит. Это даже более чем просто верное служение. Существует два направления, описанных в Евангелиях. Во-первых, верное служение. И во-вторых, координация такой же вернослужащей группы. Хотя слово «дьякон» означает «служитель», тем не менее, по мере изучения его значения в Новом Завете, возникает чувство координирования чего-то, что мы увидим через пару минут. Как мы сказали, у дьякона есть две обязанности — служить и координировать. Обычно группу людей. Группу людей. 25 лет назад Дейл учил. Если вы перепрыгнете через эту ступень, то у вас возникнут проблемы, когда человек дойдет до этого уровня. Если человек не проверен здесь, то ему лучше не становиться лидером. Он должен быть хорошим старейшиной, прежде чем стать апостолом. или же главным лидером, которого зовут пастор. Но я не могу доказать это на основании Писания. Хотя я думаю, что это мудро. Благодаря мою знакомству с учением Дейла Рамбла и влияние других апостолов на меня 25 лет назад, одного звали Боб Райт и его коллегу Пьер Байном, о которых я упоминаю в этой книге. Я решил, что в этом есть мудрость, и начал это практиковать. И я был очень рад, что последовал этому. Это было очень полезно. Поэтому давайте откроем первое послание к Тимофею 3 главу и посмотрим, что там говорится о дьяконах. Вы знаете, что мы находимся в таком странном месте. Но я хочу объяснить, что же я имею в виду. Когда Ишуа еще был на земле, он был хорошим лидером. Кто верит, что Ишуа был хорошим лидером? Хорошо. Получил ли он подготовку от своего отца? Возможно. Но его в основном готовил Дух Святой. Но Ишуа был уникальным. Вы знаете, что большинство людей не становятся лидерами без подготовки. У некоторых так получается. Но вот у нас возникают проблемы. У нас есть неподготовленные лидеры, которые не знают, как вести других. Все же вы должны с чего-то начать. Ведь преемственность квалифицированных лидеров прервалась, которая была поколение за поколением. Она прервалась в католической церкви. Поэтому они пишут о том, что в лидерстве должна сохраняться преемственность. Столетия за столетием их священники были абсолютно невежественны. Они не знали Писания. Они даже верили в лже-доктрины. Сейчас в протестантском мире существует такой дух независимости, что людей не готовят в подчинении быть лидерами. Поэтому мы находимся в сложной ситуации. Что же нам делать? Люди являются лидерами. Они не знают, что делают. Поэтому вы должны направлять их в Писание. Молиться в Духе Святом. Бог поможет им стать теми, кем они должны быть. и они смогут учить других. Но это похоже на то, чтобы тянуть себя за шнурки, то есть предпринять все возможное, чтобы улучшить ситуацию. У вас есть такое выражение? Поэтому, когда я говорю об ученичестве, что вначале люди должны быть дьяконами, это значит, что должен быть лидер, который одобрит этого дьякона. Давайте посмотрим, что говорится о дьяконах в 1-м послании к Тимофею, в 3-й главе. Дьяконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. Хранящие таинства веры в чистой совести. И таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Существует разногласие по поводу интерпретации этого стиха. Потому что в греческом варианте здесь используется слово «диакониса». Некоторые верят, что женщины могут быть диаконисами. В моей версии Библии говорится о женах диаконов. И означает, что женщин не посвящали в диаконы. Но вам не стоит беспокоиться об этом сейчас. Спросите у Марсела Гемареза, что он думает по этому поводу. Если вы спросите меня на перемене, возможно, я вам расскажу. Если Марсела скажет мне ничего не говорить вам, то я не скажу. Дальше. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе. Помните, что основа подготовки лидеров это понимание Евангелия Царства. Это понимание Евангелия Царства. Поэтому радикальная группа людей, которая хочет стать всем для Иисуса и всем, кем только могут для Царства Божьего. это означает, что они станут лидерами, если только захотят ради Него. Сейчас мы увидим что-то очень интересное. до того, как рукоположить человека в дьяконы, он должен сначала стать учеником. Основные требования к ученикам такие же, как и к лидерам. Видите это здесь? Дьяконы таким же образом. Посвященным дьяконам предъявляются высокие нормы. Их семьи должны быть в порядке. Они также знают настоящее учение и доктрины Писания. Они основательны в своем доктринальном понимании. То есть они образованы но Писании говорится, что вначале они должны получить одобрение. Как же можно проверить человека, прежде чем он станет дьяконом? Они служат с постоянством и верно. они служат превосходно. И они могут исполнить заповеди Ишуа в жизни. Человек не должен быть и дьяконом, если он не может делать этого. Не говорим о лидерах. Мы говорим о библейских требованиях, предъявляемых к дьяконам. Вот именно в этом обычно мы терпим крах. Мы не предъявляем высоких требований к посвященным дьяконам. И в то же время мы не видим, что большинство верующих могут стать дьяконами. За последние 10 лет была написана одна из самых великих книг об ученичестве. За последние 10 лет книга об ученичестве. Она написана профессором философии по имени Даллас Виллер. Вот что он говорит. Многие христиане научили, что верующие не могут исполнить заповеди Ишуа. Это невозможно. Но это не по-библейски. Нет, это правда, что никто не может в совершенстве исполнить заповеди Бога. Верующих можно охарактеризировать их повиновением заповедям Ишуа. Человек, исполняющий заповеди Ишуа, имеет в своей жизни плод Духа Святого. У того, кто слушается заповеди Ишуа, также будет сила Духа Святого. Потому мы испытываем человека. Является ли он учеником, который исполнил заповеди Ишуа? Если нет, тогда мы обязаны подготовить учеников. Они должны находиться в положении подчинения тем, кто мог бы обучать их. Затем мы спрашиваем, служат ли они с постоянством? Являются ли их всеми примером жизни с Богом? Только тогда мы сможем выбрать их и назначить диаконами. Я верю, что холостяки также могут быть диаконами. Также я верю, что некоторые холостяки могут быть лидерами. Это еврейский взгляд, а не католический. Вы знаете разницу. Ну, в иудаизме верят, что вы не можете быть лидером, если вы не женаты и у вас нет детей. В то время как в католическом мире вы должны дать обет целебата. Есть небольшое отличие, да? Итак, вот я пастор. И я ищу лидеров. И я говорю, кого я могу подготовить в качестве лидеров до того, как я посвящу их в диаконы? Я всего лишь пытаюсь подготовить диаконов. Координаторов. Кстати, почему я говорю координаторов? Потому что в седьмой главе книги Деяний, извините, Деяния, шестая глава, первые диаконы не просто служили, но координировали служение. Помните это? Они не занимались всем, но координировали служение для тысяч людей. Вы еще со мной? Все со мной? Допустим, я хочу подготовить диакона с Божьей помощью. Я не могу сделать это сам, мне нужен Божий Дух, поэтому я пытаюсь найти кого-то. Я учил Божьему Слову. Я готовил учеников в малых группах. И теперь я ищу человека, кого бы я смог подготовить в качестве диакона. Я ищу поклонника. Поклонника Бога. Если во время поклонения на служении человек просто сидит и засыпает, он не очень стабильный человек, он не поклоняется. Я не говорю о том, что он должен быть с горячим, харизматичным характером, но искренним. Однажды я жил в Кириат-Ялик в четыре летних месяца. Один шаббат я проходил мимо небольшой ортодоксальной синагоги, где были почти все мужчины. Но как они цитировали молитвы? Ревностно. Я хочу видеть, что человек на самом деле поглощен в поклонение. И если они не являются поклонниками Бога, тогда они смогут получить его силу для роста. Поэтому это очень важно. Во-вторых, их брак и семья находятся в правильном состоянии. Муж и жена любят друг друга. И они на самом деле рады друг другу. Это в том случае, если вы имеете дело с женатыми. Если имеете дело с холостяками, то можно было бы сказать, если бы этот человек был женат, то, думаю, что его брак был бы хорошим. И вы ищете этот хороший брак. Верно? Третьих, они способны учиться. или же у них дух послушания. Я учил на эту тему в течение многих лет. Как вы думаете, что люди отвечают на мои аргументы «Подготовка людей к лидерству»? Они говорят, «Но у нас нет такого человека». Я говорю с пасторами, они говорят, «У нас нет никого». Некоторые люди не способны учиться, но их брак не очень уж такой примерный. Или же те, которые поклоняются Богу, но они не поддаются обучению. Или поклонники, способные к обучению, но их брак не очень хороший. Может быть, у нас когда-то будет кто-то со всеми тремя качествами, «Но никогда не можем насчитать тех, кто бы обладал всеми тремя качествами». Я говорю им, «Это замечательная новость». Они говорят, «Почему?» «Потому что теперь у вас есть цель в жизни». Вы должны посмотреть на ту группу людей, которую вам дал Бог. Выбрать ближайших к вам. Найти самых лучших и спросить их, в какой помощи они нуждаются. И если они захотят стать учениками в этих трех сферах, тогда вы начнете их учить. И когда у вас есть такой человек, который знает Писание, чему вы должны их научить, и они служат с постоянством. Только тогда вы скажете, «Я бы хотел рукоположить тебя в диаконы». Вот что вы можете сделать как диакон. Вы можете сделать очень многое. Возможно, диакон ведет детский класс в шаббатной школе или координирует служение. Возможно, он служит бедным и распределяет еду и одежду среди нуждающихся. Возможно, он директор в шаббатной школе. Вы должны обратить внимание на дары диакона. Возможно, диакон будет вести малую группу — хавара. Чтобы быть лидером ячеечной группы, диакон должен сначала научиться у лидера хавара. Вы не просто отсылаете кого-то и говорите, «Организуй группу хавара». Вы должны обучить их. Поэтому сначала вы смотрите, где человек проявит себя лучше всего. Обучить их в той сфере так, что вы оба согласны, что у них есть к тому призвание. Хорошо служащие диаконы — это основание для подготовки лидеров. Если вы пропустите диаконство, то тогда будут пастора, знающие, как управлять, но не служить. Это очень важно. Вот почему Дэйл Рамбл был прав. Чтобы все роли пасторов происходили от роли диаконов. Дэйл также говорил, что все лидеры также являются диаконами. Вы не завершаете свою роль диакона, а добавляете к ней роль лидера, апостола, пастора. Итак, это относится к каждому из вас. Каждый из вас должен стать диаконом. В один день. Да. Если вы отдаете все в Царство Бога, то я думаю, что большинство из вас должно стать диаконами. Я буду учить вас о лидерстве. И я учил людей этому на протяжении 18-19 лет. Помню, как я учил на эту тему 10 лет назад в селе Маяки в Украине. Это было зимой. Отопления не было. Они были одеты в большие русские меховые шапки и шубы, в варежки. На том занятии были подростки. Почему я должен был обучать лидерство тех людей, которые не являются лидерами? Потому что я не подготавливаю, а только даю информацию, чтобы можно было затем провести, обучить людей. Я учу каждого, чтобы каждый смог поддержать лидеров своей общины. Я хочу, чтобы у всех членов общины было наше понимание лидерства. чтобы они могли поддержать нашу структуру лидеров. Единство тела состоит в способности обучить этому каждого. Хорошо? Теперь давайте откроем четвертую главу послания к эфисянам. У меня есть дьяконы, но я хочу подготовить лидеров. Лидеры могут пасти стадо. лидеры движутся в определенных дарах. Давайте прочтем четвертую главу послания к эфисянам. Это очень важно для тех, кто верит в восстановление управления в теле верующих. Мы читаем оттуда девятый стих четвертой главы. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде, в преисподние места земли. Несшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, это экстраординарный пример, и в истории церкви очень мало примеров этому, здесь говорится о пяти дарах лидерства. Человек может обладать одним даром или же функционировать не более чем в одном даре. Например, Шауль был евангелистом, пастором, он был учителем, он был евангелистом и он был апостолом. Он был также пророком. Имел ли Павел все пять даров? Да. Точно. Но обычно люди не функционируют во всех пяти дарах. Обычно апостол движется в одном трех дарах, иногда больше. Давайте рассмотрим, что это за дары. Но прежде мы рассмотрим эти пять различных видов лидерства для снаряжения и подготовки святых. Кто такие святые? Это те, которым мы молимся? святые? Нет? Конечно нет. Кто такие святые? Последователи Ишуа. Те, кто радикально вошел в Царство Бога. святые должны быть научены и подготовлены. Для чего мы подготавливаем святых? На служение. На дело служения. Служение это то, чем занимается священник в рясе? Верно? Нет? Или то служение, которым занимаются Марселла и Матеус? Да. Но только ли этим они занимаются? На чем сосредоточено Писание? Кто занимается делом служения? Святые. Каждый святой. Вы призваны к служению. Hello. Все вы. Вы служители Евангелия. Это правда? Да. Да. Спасибо. Хорошо. Итак, когда вы готовите святых, и они исполняют дело служения, мы созидаемся и подходим к тому, что называется единством веры. И достигаем того, что называется полный возраст Христов. Затем говорится о теле. В посланнике эфесянам подразумевается, что тело Христова всего города, а не только локальной группы. «Община города». «Община города». «Я слишком приспособился». «Община города». Итак, а затем он говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром мучения, но чтобы мы достигали единства, мы как суставы, соединяющие тело вместе. «Каждый выполняет свою работу». «Но истинной любовью все взращивали в Того, Который есть глава Христос». Вот так еще можно выразить понимание «прийти в полный возраст Христов». «Итак, вот почему я не отвечу на ваш вопрос, в какую церковь ты ходишь?» «Но какой общине ты принадлежишь?» «Где ты подчиняешься властям, чтобы подготовиться и исполнить дело служения, чтобы исполнить ваше призвание к служению, призвание внутри тела Христова, созидая тело верующих и призвание в мире, чтобы распространить Царство Бога?» «Где ты получил подготовку?» «Не спрашивай, куда ты ходишь, а какой общине ты принадлежишь?» «Где ты получил подготовку?» « Хорошо, 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 хорошо.» «Угу, мы будем снять и час на минуте. Есть у вас какие-то вопросы с тем, кто у нас?» «Воих вопросов?» «Да, что такое характеригоритие, что заставили лиц, где он идёт하는 психологической школы?» «Лидер на уровне президента или диапонат?» «Колкер украду», What's the main characteristic that the Christian leader should have? What is the most important characteristic that he should have? Humility to be taught. Because everything else will flow from the humility to be taught. Okay, yes. Thank you. You can repeat it for the tape. Okay. I think this is generally true. In general, it's true. Because the apostle Paul, and because I think all the eldership, all the fivefold leadership roles are eldership roles for men. And because all the five roles are the role of the pastor of the women. So I entertain Deacon, parallel fivefold roles for women. I entertain women, being in fivefold deacon level roles. There's a fivefold deacon role for women. I'll explain. So I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Исключением холостого Павла, который принимал участие в служении. Еще вопросы? Хорошо. Хочу добавить еще одно, потому что этого нет в конспекте. Важно понимать, что подготовка святых — это не просто стоять здесь и учить. Это лишь часть подготовки. Сейчас я вас готовлю. Но понимание Библии и подготовки — это жить с двенадцатью. Когда вы читаете слово «учить» в Новом Завете, не думайте о лекции, кафедре или классе. Вспомните у Ишуа и двенадцати. Подумайте о взаимоотношении, общении, когда лидер готовит друзей. Они находятся в подчинении Ему. И Он сделал их частью Своей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...